Привет, мои хорошие! Вы на канале Полинс, и сегодня банально-небанальное видео о плюсах жизни в Польше. Я уверена, что многие люди... Ну, не всегда бывает так, что ты просыпаешься и понимаешь, что я хочу переехать именно в Польшу. Иногда просто задумываешься о том, что хочешь переехать со своей стороны по каким-либо причинам, возможно, политически, экономически, семейные, да, миллион разных причин может быть. И иногда ты задумываешься, может быть, переехать в Германию, может быть, переехать в Канаду, в Америку, там много разных вариантов, куда, в принципе, можно переехать. Я расскажу свое видение, свой взгляд на то, почему мы переехали в Польшу и чем привлекала она нас. Итак, самое основное и самое важное для нас это место расположения. Польша находится, граничит с Украиной, поэтому, знаете, вроде как переехал, но в то же время ты понимаешь, что сел на самолет и ты прилетел к своим родным, близким и это не надо там сутки где-то ехать, 12 часов лететь, то, в принципе, как бы соседство очень близко и это радует. Плюс, конечно же, месторасположение, то, что можно рядом, в принципе, все рядом находится. Германия. Хочешь в Германии, хочешь чуть дальше поехал и уже попал в Хорватию, Черногорию. То есть, в принципе, вариантов много и не надо заезжать в самую глубь Европы. Ты находишься вроде бы рядом с домом, вроде бы как бы и уже в Евросоюзе и это тоже, конечно, большой плюс. Второе преимущество — это язык. Вот согласитесь, даже если вы не знаете польского, все равно приедете, вы можете понять, вы можете хотя бы ход мысли человека понять и это уже не так страшно, как, например, если ты приезжаешь куда-нибудь в Китай, то даже в Америку, то там без знания даже подставок каких-то вещей, но ты никак не можешь понять абсолютно ничего. У меня есть знакомая полька, которая на заработки ездила в Германию, так она говорила, что когда она поехала на заработки и убирала дома у богатой немки, то она даже просто элементарно не могла понять, когда та говорила спустись вниз, возьми веник. Ну, это просто непонятно. То есть, немецкий язык, согласитесь, очень сложный и никак не созвучен с нашими славянскими языками, то польский, в принципе, даже если вы едете просто на заработки, то можно понять, что принеси чашку, отнеси там кружку, возьми книжку, как пройти туда, там можно это понять и, в принципе, это тоже радует и не так страшно. Третий плюс это легализация. Есть, в принципе, четкий проверенный план, как можно переехать и этих планов несколько и это тоже радует, потому что не требуется очень больших денег. Кстати, если вы хотите узнать про легализацию, то можете посмотреть мои другие видео, здесь будет наверху ссылочка. Посмотрите, на самом деле есть варианты и можно в карантин переехать и, как я уже сказала, не надо там миллион денег иметь на счету, как если вы хотите переехать, например, в Германию или в Англию, вы не сможете просто так взять и собраться и переехать, там надо долгосрочные такие подготовки вести и это, конечно, чуть-чуть напрягает. Следующий плюс это цены. В принципе, если вы хотите переехать, это не космические деньги и жизнь в Польше не сравнится с жизнью в Германии, потому что мы вот, живя во Врославе, пару раз ездили в Германию, ну, совсем в соседние города, просто там на разведку и когда ты только что пил кофе за 6 злотых, перешел мостик и пьешь кофе за 4 евро, то ты понимаешь эту разницу и ты понимаешь эту разницу во всем и думаешь, о-о, куда ты попал, то есть евро и даже злоты по курсу, ну, это колоссальная разница и об этом тоже будьте готовы, что уровень жизни, уровень затрат у вас будет намного выше, если вы будете жить в Германии, в Англии, во Франции. Польша в этом случае, конечно, лояльна и, в принципе, такие довольно, довольно, ну, можно себе это позволить. Следующий плюс, как для меня, это, конечно же, много, как красота, красота страны и много исторических мест. Мы никогда не скучаем, мы каждый выходной куда-то ездим, и здесь очень много замков. Кстати, тоже можете посмотреть мои видео, я показываю, куда мы ездим. Здесь есть горы, здесь горнолыжные курорты, здесь есть море, и здесь есть другие страны, которые тоже можно на выходные поехать, это большой плюс. И, опять же, за небольшие деньги ты получаешь крутое европейское качество. Дороги, безопасность, но, в принципе, обычная жизнь в Европе, которая, вот, считай, вступил шаг вперед, ты уже попал совсем в другое качество жизни. Вообще плюсов очень много, но я назвала вам самые основные, самые, я думаю, такие очевидные, которые заставят вас полюбить Польшу и удостовериться в том, что здесь жить хорошо. Конечно, есть минусы, но о минусах я расскажу вам в следующий раз, не хочу вам портить это видео. Пожелайте вам хорошего дня и подписывайтесь на мой канал. Пока!